Мы можем своей праведностью спастись? Что нам нужно для спасения? Чем мы спасаемся? Ну хоть кто-то знает, что-то руку поднимаем. Так. Верой в Бога. Кровью Иисуса Христа мы спасаемся, Который умер за наши грехи. Вот это место Писания сейчас мы будем с вами учить. Христос умер за грехи наши, по Писанию. И Он погребен был и воскрес в третий день, по Писанию. Еще раз слушаем, потом повторяем все вместе. Христос умер за грехи наши, по Писанию. И Он погребен был и воскрес в третий день, по Писанию. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 3-4. Так, все вместе. Христос умер за грехи наши, по Писанию. И он погребен был, и воскрес в третий день по Писанию. Еще раз повторяю. Христос умер за грехи наши по Писанию. И он погребен был, и воскрес в третий день по Писанию. Первое Коринфянам, 15.3. Так, кто может повторить? За что Христос умер? За наши грехи по Писанию. Дальше, что с ним случилось? Его погребли, и он воскрес в третий день по Писанию. Кто-то может рассказать? Совсем память слабая. Вы что, все двоечники что-нибудь? Нет. Еще раз повторяю хором, пока кто-то не ответит первым. Христос умер за грехи наши по Писанию. И он погребен был, и воскрес в третий день по Писанию. Первое Коринфянам, 15.3. Давай. Христос умер за грехи наши по Писанию. И был погребен, и в третий день воскрес по Писанию. Кто лучше может рассказать? Правильно. Еще раз читаю. Христос умер за грехи наши по Писанию. И он погребен был, и воскрес в третий день по Писанию. Первое Коринфянам, 15.3. Кто может рассказать? Давайте. Христос умер за грехи наши по Писанию. И он погребен был, и воскрес в третий день по Писанию. Слава Христу. Вместо Писания. Первое Коринфянам, 15.3. Слава Христу. Полевая. Так. Мы с вами начали изучение Ветхого Завета. Все сначала. Повторение сначала. Как Бог сотворил все. Кто может по дням рассказать? Два дня мы с вами занимались. Давно, правда. У нас учителя разные. Три учителя, и все по очереди занимаются разной темой. Так. Вначале сотворил Бог? Бог мир. Небо. И землю. Земля была безвидна и пуста. И дух. Дух носился Божий над водами. Правильно. Молодец. Так. Что в первый день сотворил? Вот было темно. Бог сотворил что? Свет. Так. Первый день Бог сотворил свет. И был вечер, и было утро. День первый. Так. Второй день что Бог сотворил? Небо. Небо. Ну правильно. Еще что? Что он надеял? Небо и землю. Вот уж. Нет. Над сводом. Над водой под сводом назвал свод небо. Вот это все. Какое-то пространство было заполнено водой. Может быть пары еще тяжелые были. И он разделил вот это, чтобы внизу была вода. И вверху вот облака летят. Они же не падают, кроме дождя. Вот так летят по небу. Это свод. Созоновый слой у нас защищает нас от солнечной радиации. Может быть это еще имеется ввиду. Так. Третий день. Что Бог сделал? Ну. Сделал. Так. Делал, сушил от воды. Так. И назвал. И назвал. Сушу. Сушу землей. Воды. Воды. Морями. Морями. И что еще в третий день Бог ввелял? Сразу же. Чтобы земля произрастила. Плоды. Плоды. Траву. Породу своему, да? Семени приносящему. До сих пор все это так и существует. Первая семечка упала. И с тех пор все растет. Бог изначально первые деревья травы сотворил. А мы уже сажаем сами. Так. Так. И увидел Бог, что он сотворил все это хорошо, да? Так. На четвертый день что? Рыба, птиц. Нет. Рыба, птиц. Нет. На четвертый день вспоминаем. Это интересно. Так. Что на четвертый день? Там. Так. Ну вспоминай. Звезды и луну. Звезды и луну и солнце. Правильно. Вот как интересно было, да? Солнца не было, а трава уже росла. И плоды плодоносили. Говорят, что Бог наш как солнце. В семь раз ярче солнце светит. Может быть он сам светил, освещал. Потому что знаем, что растения без солнца не растут без тепла, без света. Значит, как-то он это делал интересным образом. Бог все может. Так. На пятый день что у нас случилось? Что Бог сотворил? Птиц. И так. Птицы полетели по небу. Рыбы. А рыбы, Ба. Поплыли в морях. Ручку поднимаем, кто хочет отвечать. Что он нам велел делать Бог? Ложиться и размножаться. Ложиться и размножаться. И на шестой день Бог сотворил? Человек. Нет. Подождите, а на человек? Человек. Животных. Животных Бог сотворил? Да. Всех там пресмыкающихся, и гадок, и все, что на земле есть, все в шестой день. Вот эти все суши. Даже земель противных? Ну что? Изначально, может, они не были противные? Может, они там просто плазали? Ползали. В раю-то никто никого не ел, не кусал. Да, всем хватало пищи. Все были, дружно жили. Мог волк с овечкой пастись, рядышком со львом. И к Адаму с Евой подходили, гладились животные. Все были ласковые. Так, и потом, в итоге всего, Бог сотворил человека. Сначала кого Бог сотворил? Адама. Так. А потом Еву. А как Еву Бог сотворил? Из ребра Адама. Он прям взял, вот так вырвыл. Что он сделал? Он усыпил Адама, и когда он уснул, Бог забрал ребра и сделал из ребра Ева. Сейчас уже возможно, да, мы знаем, наркоз. Не то, что людей творят, а что можно усыпить. Наркоз, операция, врачи делают, да? Сейчас уже это наука, ДНК, и все, вот это развито. Уже собираются там и клонировать, и что только не делают. Богу это угодно? Нет. Не угодно, потому что человек собирается дерзнуть на творение Божие, да? А к Богу никто сравниться не может. Это уже грех. Человек может что-то сделать, создать живое, но душу вдохнуть бессмертную может человек врач? Не может. Кто душу дает? Бог дает душу. Так, сейчас мы прочитаем с вами, как в раю жили Адам и Ева. Мы эту тему читали, или мы только как Бог творил? Читали уже, как в раю Адам с Евой жили с вами? Да, давно уже. Ну, давно, а со мной вот это повторение читали? Ну, повторения вроде бы нет. Нет. Как Бог сотворил Адама и его жену. На земле уже были животные, росли деревья, цветы, в морях плавали рыбы, в небе летали птицы. Все это сделал Бог, но его работа еще не была закончена. Ведь на земле еще не было человека. И сказал Бог сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. А почему он так говорит? Он сказал бы по моему подобию, по моему образу. Почему Бог говорит так по образу нашему? Почему? Кто Бог у нас? Ну, руку поднимаем, давай, называем. Бог отец, Бог сын и Бог. Да, у нас Бог святая троица. Бог создал человека, вдумал в его лицо дыхание жизни, и человека жил. Так появился на земле первый человек. Он мог говорить, слышать, есть и пить. Его звали Адам. Адаму очень нравилось все, что сотворил Бог. Он был очень счастлив, ничего не боялся, никогда не испытывал боли. Бог очень любил Адама, и Адам очень любил Бога. Ведь все люди должны любить Бога. Бог дал Адаму очень интересную работу. Какую работу? Кто знает? Да. Да. Так, правильно, молодцы. Чем вообще занимался Адам еще в райском саду? Что? Кем он был? А? В райском. Так. Первый человек кем был, получается? Садовником. Садовником. Вот это наша родная профессия в земле ковыряться. Почему так тянет, особенно люди в возрасте, уже на дачку куда-то, свой домик, уже из этих шумных квартир, а куда-то переселиться, и выращивать плоды в своем огороде. А это изначально Богом заложено было. А мне больше всего нравится черепочка садов. Ну, да. Вот я все люблю черепочка садов. Вообще, ладно, достаточно. Так. Адам должен был придумывать имена всем животным. Значит, чем наделил Бог человека? Какой особенностью? Кто может сказать из этого? Какое качество Адаму было? Разум. Фантазия. Ну, вы биологию же проходите. Что у животных? Уши. Инстинкты у животных. Какие уши уши? Вианида. Инстинкты. У человека разум, душа бессмертная. Он выше гораздо. У животного все подчинено инстинкту только съесть. Он убивает животное не от злости, а потому что оно голодное. Инстинкты. Инстинкты, да. Основные инстинкты какие? Голод, размножение. Вот основные. Спрятаться, да. Самосохранение. Вот основные инстинкты у животных. А человек выше этого должен быть. Человек душу свою готов положить за ближнего. Вложил Бог такие качества в человека. Что он может собой рисковать. Животное не будет рисковать собой. Спасать. Есть, конечно, воспитанные. Дед Сережа занимается. В кинологии. Может быть, собака может спасать. Лошади, знаю, есть. Но в основном-то в лесу животные живут. Они каждый за себя. Может, детенышей только защищаются. Адам должен был придумывать имена всем животным. Птицам, рыбам и растениям. Какая память у него была? Не знаю, книги не было, наверное. Это он все в уме держал. Представляете, сколько было птиц, животных, растений. Даже вообще невозможно представить. Какой раз он долго ходил Адам. Среди животных. И придумывал имя каждому. Отсять от нее. У каждого животного была подруга. И только он, Адам, был совсем один. И решил Бог создать для Адама жену. Которая бы любила Адама. И помогала бы ему во всем. Когда Адам спал, Бог взял у него ребро. Знаешь, где у человека ребро? Ну-ка, покажите. Где ребра? Поля, ты знаешь, где ребра? Ребра. Вот такие. Ребра. Для чего ребра человека? Для дышать. Поддышать. Поддышать мягкие у человека есть. Ребра для чего у человека? Можно я скажу? Это защищать ребра. Защищать. Ребра легкие. Корсет какой. Это защищает все. И сердце, и печень, и что там. Внутренне органы. Желудок и все. Чтобы не повредилось. Потому что все это мягкое, легкие. Из ребра, которое было взято у Адама, Бог сделал женщину. Затем он разбудил Адама и отдал ему его жену. Очень обрадовался Адам, увидев ее. Теперь он был не один. Он мог говорить с ней о Боге и делать все вместе с ней. Адам любил свою жена. И она очень любила его и помогала ему во всем. Адам заботился о ней. Адам и его жена не носили никакой одежды. Они даже не знали, что это такое. Им было тепло и без нее. Одежда какую функцию выполняет? Она согревает. Для тепла. И еще в наше время что? Для чего еще? Вот им не надо было. Прикрыть тело. Прикрыть тело. Стыд свой прикрыть, да, срамоту. А когда эта срамота-то образовалась? Почему им-то не было срамоты никакой? Не надо было ничего прикрывать. Как и внеточки бегали, котяточки, нормально им было. Тепло и хорошо. Потому что у них не было чего? У них не было грехов. Грехов не было у них, правильно. Легкие бегали. Теперь работа Бога была закончена. Ведь Он уже создал небо и землю, моря, солнце, луну, звезды, рыб и птиц, животных и двух людей. И сказал Бог, чтобы у всех животных и людей были дети. Бог создал все в шесть дней, а на седьмой день Бог отдыхал от своей работы. День этот Бог сделал днем отдыха для себя и для всех людей. В этот день люди думают о Боге, который создал все вокруг нас. Они благодарят Бога за нашу землю и за прекрасное небо, за растения и деревья, которые растут. Как вы думаете, все ли люди благодарят Бога? За небо, за землю? Нет. Я вот пока на занятии первый раз не услышала. Мне было, сейчас скажу, 25 лет. У меня была старшая дочь Таня, 4 годика. Я случайно услышала проповедь по радио Игнатиховича. Он в передаче «Теро инкогнат» рассказывал, как Бог творил вот как раз вот эта тема. И как курицу сотворил, как она запутавла, яичко снесло. Вечная проблема ученых. Что вперед, курица или яйцо? Вперед курица, потом яйцо уже. И как бы Игнатий Тихонович говорил, что как он радуется за все, за солнышко, за любой цветочек. Все мне как глаза открылись. Мы же ходим, вот люди ходят, простые мески, они не замечают. Я маму вот спрашиваю, вот вчера, морковку мы с ней позавчера копали. Я думаю, мама, посмотри, вокруг солнца радуга. Ничего я не вижу, я никогда не смотрю на солнце. А я научилась радоваться. Вот он открыл вот эти глаза, как покрывало, снялось. И я отхожу, радуюсь всему. Действительно, растениям, животным, птички поют. Всему радуешься. Люди мирские этого не видят, потому что покрывало вот это вот уже наложено. Покрывало все время суеты, вот этой постоянной мирской жизни, грех. Грех закрывает все. Человек вообще о Боге не думает и не знает, и не вспоминает никогда. Чтобы человек вспомнил о Боге, ему надо о Боге рассказать. А кто это будет делать? Кто знает? Кто будет людям о Боге рассказывать? Игнатий Тихонович. Вечно Игнатий Тихонович будет вечно рассказывать людям о Боге. Вот это должен каждый праведный человек проповедовать о Христе. Вот, слава Богу, молодец. Каждый христианин, вот эта работа, не Игнатия Тихоновича. Работа Ксении, Ливии, Леониды, Полины, Полины, Фроси. Вот это работа. Тарасика, запомните, это наша работа христианская. Рассказывать людям о Христе, чтобы они вас благодарили Бога и приняли Христа как своего спасителя. Бог заботится о всех людях. Он сам это обещал. Поэтому мы можем просить Его, чтобы Он продолжал заботиться о нас. Мы можем молиться, чтобы Господь помогал нам во всех наших делах. Кто молится сам? Вот не в компании семьи, не в Кургусине, не с мамой, не с папой один. Кто подходит сам к иконам или просто ночью лег в кровать и говорит с Богом. Ну хоть кто-нибудь есть? Да, есть. Так, раз, два. Это из всей воскресной школы два человека только подходят с Богом и звали. Так, три, хорошо. Все, остальные никто не общается. Да, а что прячешься-то, что отворачиваешься-то? Бог так близко отвечает на молитвы очень часто. Вот благодарственный Акафис, слава Богу за все. Какие там слова есть? Какие там слова есть? Я всегда молюсь тебе. Есть там такие слова похожие. Я дословно не скажу, но что-то близко к этому. Он пришел к Богу маленький. Ну может что-то у него просьба какая-то была. Он попросил, и Бог ответил ему. И все, он поверил. Бог рядом, с ним можно разговаривать. Не знаю, мне кажется, в детстве бы сказали, что вот Бог есть. Готова была с Дедом Морозом разговаривать, там с кем угодно. Мы же не знали ничего. Мне подружка сказала, есть волшебный телефон на небе. Можно ему звонить и говорить. Так я по ночам лежала и правда вот в детстве думала, что можно говорить что-то. Оказывается, есть волшебный телефон. Только он связывает нас. Этот телефон с кем? С Богом. Вы на молитву встали, а уже этот скайп открылся сразу, включился. Да? Бог-то видит сразу. Вы только слова начали говорить. Вот интересно, передача была по телевизору. Там ученые исследования проводили на глубоко верующих людях. Подключали датчики. Оказывается, во время молитвы отключается вообще действие мозга. Да? Мозг не участвует во время молитвы. И что участвует во время молитвы? Душа. Душа. Бессмертная душа молится с Богом. Но это, конечно, у верующих. Поставь, кому попало, так он... Какая там молитва будет? Может, он и будет думать, кроптеть, пыхтеть. Что бы сказать такое? А когда душа уже налажена, вот эта связь, и душа молится. Вообще ученые сомневаются, что в разуме хранится вся информация. Потому что каждая клетка четыре года, каждая обновляется. Где остается информация? Возможно, что в нашей душе информация хранится. У меня дочка средняя, говорит, ночью проснулась, сердце останавливается. Ангел пришел. Говорит, вся моя жизнь, за секунду, говорит, как этот фильм, картины, говорит, только пронеслась, с трехлетнего возраста. Как первую конфетку украла, говорит, со стола. И все, говорит, все фрагменты, именно что вот сделала когда-то, где-то обманула, обидела кого-то. И все. Ангел, говорит, тебе, говорит, Бог хотел уже, говорит, убрать, ты такая негодная. Но я, говорит, очень просил за тебя. Очень, говорит, просил, Бог тебе еще один шанс дал. Ну, не знаю, будет она пользоваться этим шансом, нет. Люди неверующие, они не очень стараются. Быстро забывают испуг свой. За прежние дела принимаются, не знаю, чем их пугать еще. Но все время должны быть бдительные. Все время на чеку. Еще раз местописание повторяем, которое мы сегодня с вами заучили. Кто может повторить? Так, ты хорошо запомнила? Ты первый раз неправильно рассказала. А ты хоть помнишь, про чем мы читались? Так, Христа. Христа. Так, давайте четко, кто может рассказать. Ну, попробуй. Христос умер за нас. Так, стоп, все, не путаю. Кто может рассказать? Тогда читаем еще раз. Ты, Поль, хочешь рассказать? Ну, попробуй, давай. Сейчас, обойдем. Христос умер за грехи наши по Писанию. И он погребен был. И воскрес третий день по Писанию. Первое Коринфянам 15.3. Пожалуйста, повторите дома. Иначе вы опять забудете. Ничего не выучите. Я буду оценки вам ставить. Сегодня хорошо отвечали Леонида, Полина и Агния, и Тарасик еще участвовали. Вам по пятерке. Остальные спали и меняются. Я не спалюха. Слава Богу. Так, встаем, благодарим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Благодарим тебя, Господи, за наши занятия. Просвети нас, Господи, Духом Твоим Святым. Дай нам памяти, Господи, памяти, Господи. Благослови. Так, заходим, пожалуйста, крестное знамение. Правильно делаем. Не позорим родителей своих.